Почему мы, начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать свое население из приграничных территорий, в которые заходят уже польские наемники? Владимир Путин провел очень смешную встречу с российскими военкорами и пропагандистами, в ходе которой в очередной раз показал, что не знает реальной ситуации на фронте, неадекватно воспринимает реальность, а также попросту не может объяснить, зачем вообще продолжается война против Украины и какие у нее цели. Перед встречей многие российские блогеры и военкоры рассчитывали, что вот уж теперь с глазу на глаз они расскажут Путину всю правду о проблемах на фронте, а он соответственно узнает все то, что от него скрывало окружение и примет соответствующие меры. Но вместо этого Путин сам стал рассказывать блогерам и военкорам, как на самом деле обстоят дела на войне. И по его словам оказалось, что у России все замечательно, спецоперация идет по плану, Россия всех побеждает и вообще у нее лучшие в мире танки, которые одним своим видом обращают врага в бегство. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 Прорыв лучший танк в мире. Он как-то на позицию выходит, все, там некому ничего делать. По мнению Путина, как только лучший в мире танк Т-90 Прорыв выходит на позиции, враги сразу разбегаются сами собой. Правда, при этом Путин не пояснил, почему, когда танки Т-90 Прорыв выходили на позиции в Харьковской области или, например, в Херсоне, то там разбегались не враги, а бежала сама российская армия, бросая те самые танки Т-90, которые затем доставались украинской армии в качестве трофея. После этого Путин принялся крошить польских наемников, которые, по его словам, массово воюют в Украине. Польские наемники там действительно воюют, вы право абсолютно, с вами согласен, и несут большие потери. В общем, польские наемники несут большие потери, просто скрывают их от населения. Негодяи такие. Хорошо, что в России такого нет. Свои потери Россия от населения совсем не скрывает. Кстати, а какие в России потери? Путин на этот счет, к сожалению, ничего не сказал. В общем, расправившись с польскими наемниками, Путин перешел к разгрому украинской армии. Украинских военных он не жалел, превзошел в этом даже Коношенкова, который, как мы помним, еще в первые дни войны всю украинскую армию поголовно уничтожил. И Путин, в общем-то, тоже не сдерживал себя и без жалости просто сотнями уничтожал украинскую бронетехнику. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин. На самом деле, их больше, этих потерь, со стороны Украины. И вот по моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30 процентов от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Странно, а что так мелко? Всего 30 процентов. Ну ты выше бери, говори сразу 70 процентов, так уж, чтобы порадовать всех русских патриотов. В общем, начитавшись свода Коношенкова, Путин убедился в том, что успешно проводит демилитаризацию Украины. Правда, в результате такой демилитаризации количество современного западного оружия у Украины только увеличивается. Но, по мнению Путина, это пустяки. Ведь главное, что это не украинское оружие, а привозное. Значит, оно не считается. Демилитаризация. Ну, мы постепенно, методично этим занимаемся. На чем воюет ВСО? Что они, леопарда производят, что ли? Или Брэдли? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Видимо, Путин считает, что раз оружие привозное, то оно от этого как-то хуже стреляет и убивает меньше российских военных. А российские солдаты, попадая под Хаймарс, должны погибать с улыбкой, утешая себя той мыслью, что это же не украинская ракета, а привозная. Ее в Украину привезли. Но дальше началось самое смешное. Видимо, офигев от такого потока кринжа, некоторые военкоры на этой встрече стали задавать осторожные вопросы. Ну, типа, а как так получилось, что спецоперация начиналась под Киевом, а теперь почему-то идет под Белгородом на территории России? Почему мы, начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать свое население из приграничных территорий, в которые заходят уже польские наемники? По-моему, он не верит, что спецоперация идет по плану. В ответ Путин, как обычно, стал мямлить, что все под контролем и Россия дала достойный ответ на пересечение красных линий. Например, разбомбила все электростанции в Украине. Видели? Ну, тоже видно, когда там удары по всей энергосистеме Украины. Это разве не ответ на преодоление красных линий? Путин похвастался ударами по гражданской инфраструктуре Украины с таким видом, как будто это какое-то достижение, как будто тут есть чем гордиться. Но на самом деле ему просто не доложили, что даже вот эти подлые бесчеловечные удары все равно не достигли цели. В Украине нет каких-либо проблем с поставками электроэнергии уже очень давно. Впрочем, видно, что Путин живет в абсолютно параллельной реальности, поскольку он, кроме того, что убежден, что в Украине разбомблены электростанции, еще и убежден, что его армия уничтожила штаб ГУР. А фактическое уничтожение штаб-квартиры главного управления разведки вооруженных сил Украины под Киевом, это в Киеве практически. Разве это не ответ? Ответ. Правда, штаб ГУР тоже не уничтожен. По нему пытались попасть ракетами, но все ракеты сбили, и здание было лишь незначительно повреждено обломками. На фото видно, что оно немного закопчено, но никак не уничтожено. То есть деду реально напаривают какую-то дичь, не имеющую отношения к реальности, а он даже не может проверить ее в интернете. Не смог Путин и в очередной раз объяснить, а какие вообще цели у войны, которые он развязал против Украины. В зависимости от того, какие цели мы перед собой стоим, мы должны решать вопросы по мобилизации. Но нет такой необходимости сегодня. Ну, они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер. Цели меняются в зависимости от текущей ситуации, но в целом мы менять ничего не будем, говорит Путин. Ну да, это же очень логично, а главное понятно. Кстати, что это за цели, которые то меняются, то не меняются, Путин так и не назвал, ну, поскольку, очевидно, уже всем понятно, что он и сам, наверное, четко не знает, а вообще зачем это все продолжается, чего он заварил, и самое главное, как из этого выходить. В общем, иначе, как жалкое зрелище, охарактеризовать увиденное просто невозможно, и, кстати, со мной согласны многие российские патриотические блогеры, националисты, имперцы, которые тоже просто не могли понять, что они вообще увидели, что происходит, поскольку, ну, понятно же и очевидно, что перед нами слабоумный какой-то старик, который уже просто не отдает себе отчет в том, что происходит. Он неадекватно воспринимает реальность, он живет в мире лжи, которые его кормят, его подчиненные следуют, но он не может принимать адекватные решения, потому что он просто не знает, где он находится и что вокруг происходит. Думаю, понятно и очевидно всем, чем это закончится, к чему это приведет, когда страной управляет такой правитель. И если бы у россиян была какая-то капля здравого смысла и смелости, они бы, конечно, уже сейчас выходили бы на улицу и как-то бы пытались свергнуть вот это все недоразумение, потому что, ну, если ничего не делать, понятно, что он просто заведет страну в какую-то катастрофу, просто Россия дойдет до какого-то апокалипсиса, тупика, рухнет и как бы, ну, россияне, они же по идее должны быть патриотами, они должны как бы как-то стараться этому сценарию препятствовать, что-то делать. Ну, поскольку они ничего не делают, очевидно, их все устраивает и, в принципе, они уже смирились с тем, что вот этот вот слабоумный старик, который вообще несет просто какую-то дичь и кринж, от которой даже у этих военкоров глаза на лоб лезут, которые пришли его послушать, в общем, люди уже согласны, что этот старик ведет к тому, что их страна просто развалится, понесет гигантские колоссальные потери, убытки, будет потом очень много лет платить компенсацией, ну, в общем-то, раз никто ничего не делает, значит, ок, ну, как бы, россияне с этим согласны. Друзья, подпишитесь на канал, если вы не подписаны до сих пор и обязательно оставьте комментарий или лайк к видео, так оно получит больше охват, ну, и, соответственно, больше людей увидят эту информацию.